Это самый большой Тесла-центр во всей Европе. Он находится в небольшом городке Хольцкерлинген, что под Штуткратом, и его общая площадь составляет около 7 гектаров. В нем можно, например, найти самые последние Тесла-модель X и S-Plat, погонять на них и посмотреть на крутые световые шоу, которые выглядят примерно вот так. Этот центр продает по 600 машин в неделю, и это вообще только начало. Инфа-сотка, так как я сам забрал оттуда уже 4 Теслы, и вот готовлюсь к новой модели 3 Highland. В общем, я отдаю этому центру 11 Теслеров из 10. Он просто топчик. А вот это один из самых маленьких Тесла-центров, который находится в Страсбурге во Франции. Как это выглядит и что там находится внутри, давай вместе и посмотрим. Но сначала небольшая предыстория, как я там вообще оказался, и какое крутое место я посетил после центра в Страсбурге. Выехал я, значит, в 8 утра сразу на Страсбург. Дорога заняла около 2,5 часов, и вот я снова здесь. Совершаю быстрый тур по всему историческому городу, запрыгиваю в лодку и плыву к огромным современным зданиям самого Европарламента. Вот этот район все-таки довольно впечатляет, как и Страсбургский кафедральный собор. Клево, да? После этого небольшого тура я сел и порулил в Национальный автомобильный музей, где находится довольно впечатляющая коллекция редких и не очень авто, таких как Феррари, Мерседес и Бугатти. Именно здесь стоит самый редкий и самый дорогой Бугатти в мире, стоимостью почти в 100 миллионов евро. И тут я такой со своей Теслой. Здрасте. После небольшого тура по музею следует отдых и перекусон на вот таком крутом суперчарджере, где я даже впервые увидел заряжающийся там не Теслу. И вот 20 минут зарядки и гоу к тому самому Тесла-центру. Но сначала, естественно, бесплатная зарядка у самого центра. Куда же без нее? То, где и как расположен этот центр, я скажу вот буквально сейчас. А пока залетаем внутрь, и нас сразу встречает модель Y в новом крутом вишневом цвете, на который можно было просто сесть и посидеть. Я думаю. Кстати, поездить на этой модели было нельзя, потому что она там стояла всего лишь в одном экземпляре. Но не суть, так как рядом стояла совершенно новая модель S-Plat с 15 километрами пробега на спидометре. Но и она там была хотя бы не единственная. И вот последняя комната ожидания сделана просто в стиле Теслы. А стиль этот довольно-таки прост. Его просто нет. И вот примерно такую площадь имеет данный Тесла-центр. С учетом того, что он находится на одной улице с Порше, Мерседесом и так далее. Просто Тесле настолько все равно, как это все выглядит. Да потому что этот центр стоит рядом с магазином велосипедов Giant. Лол. Ну а я здесь лишь могу добавить, что после этого центра в Страсбурге, я, пожалуй, еще раз наведаюсь в тот, который рядом со мной, и продолжу исследовать интересные места, которые хочется показать и попробовать передать их в величие. Вот, например, чекните это крутое настенное граффити. Но ведь круто же. Ну а этот Тесла-центр в Страсбурге получает от меня 3 Теслера из 10. Так что ты пока ставь лось, подписывайся и жмякай колокольчик. До связи.